Почти сердце горок Ленинских. Мы заходим в сетевой супермаркет. Один из тех, который ежедневно посещают сотни местных жителей. Доступные цены и большой выбор товаров. Казалось бы, идеальное место для покупателей. Однако, есть одно но. В сетевых магазинах часто можно встретить ситуацию, что товар стоит на полке, а ценника под ним нет. Непонятно, где его искать тот ценник, сколько стоит товар. Часто еще, как здесь, например, ценник на ценнике, все это вводит покупателя в заблуждение. А в отделе бытовой химии целые ряды, где ценников в принципе нет. Создается впечатление, что товар можно взять бесплатно. А еще просрочка, которая то и дело встречается на прилавках магазинов. Обо всем об этом свидетельствуют многочисленные жалобы в городскую администрацию. Как только все эти обращения ко мне поступили, я сразу же обратилась в наш район. И с участием отдела рыночной торговли сегодня мы пытаемся договориться, поговорить с руководством этих магазинов. И сначала сегодня у нас такая как бы выезд предупредительный, да, то есть носит рекомендательный характер. Ну, а дальше уже, если они не исправятся, конечно, уже может вход пустить и прокуратура. Еще во время нашей съемки сотрудники торгового предприятия начали зачищать полки от просроченных продуктов. Немалую корзину неликвида собрали в отделе детского питания. Кстати, одно из обращений главе поселения было относительно просроченного сока для малышей. Перемещаемся в другой филиал сетевика, в поселке Петровское. Здесь все ценники на месте, зато просрочки куда больше. Жалобы были на селедку и сало. Мы сегодня рекомендуем, вот с отделом рыночной торговли рекомендуем следить чаще. Мы каждый день проверяем сроки, каждый день. Ну, все люди... А если я принесу, вы деньги вернете? Обязательно. По чеку все? Обязательно. Возвращайте. Деньги вернуты в том случае, если на ценнике была указана одна сумма, а в чеке совсем другая. Обычно на деле она больше заявленной в торговом зале. Покупатель вправе вернуть разницу или целиком свои средства. Эта проверка носила предупредительный характер. Через некоторое время участники инспекции снова посетят эти же магазины, чтобы убедиться, что руководство исправило все нарушения. Роспотребнадзор, если какие-то повторные, мы пишем им письмо и просим их, чтобы они участвовали в этом проверке, обслеживании, как правильно сказать. И они уже, соответственно, принимают уже меры согласно своим сампинам и всем остальным законам. Как гласит народная мудрость, покупатель всегда прав. Поэтому не стесняйтесь требовать от продавцов того, что они должны делать при работе торговой точки. И не забывайте смотреть на сроки годности продуктов. Возьмите это себе за правило. Юлия Погосян, Сергей Ларин, ВиднетВ.